37-летний уральский фермер обвиняется в покушении на убийство заместителя прокурора. Мужчина сначала жестоко избил своего оппонента руками, ногами и стеклянной бутылкой, а затем привязал буксировочным тросом за шею и проволок прокурора несколько метров по асфальту. Эти чудовищные кадры, похоже, облетели уже все российские и многие иностранные СМИ. Однако, что же все-таки произошло на границе Свердловской и Курганской областей, до сих пор остается загадкой. ТАО об этом инциденте известно чуть больше, чем другим журналистам, но также не все. Как установило следствие, покушение на убийство произошло еще 13 октября, глубокой ночью, точнее около половины пятого утра, на стоянке большегрузов на 130-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. Здесь, в 20 километрах от Каменско-Уральского, но уже на территории Катайского района Курганской области, оборудована стоянка для дальнобойщиков с автозаправочной станцией Светлана и одноименным кафе. Официально это место называется поселком Гравийным, в честь работавшего здесь когда-то песчано-гравийного карьера, но никакого поселка давно уже нет. То есть в перечне населенных пунктов в Курганской области он еще числится, и даже на трассе обозначен белой табличкой как населенный пункт со всеми вытекающими из этого скоростными ограничениями. Однако последний житель Гравийного умер еще в 2004 году. Стоянка же, как и автозаправка, и кафе пользуются успехом у водителей. И вот, как выясняется, не только у водителей. Так заместитель прокурора Далматовского района Курганской области Дмитрий Дидюля в ночь на 13 октября отмечал в этом кафе начало своего отпуска. А может быть и не только в ночь, поскольку 12 октября было вторником, а во вторник мало кто уходит в отпуск. Отмечал, видимо, долго и широко, так что его супруге даже пришлось обратиться за помощью к своему брату, а ему, в свою очередь, к сыну в розыске пропавшего родственника. Мужчины приехали в кафе Светлана на автомобиле «Лада Веста», где и нашли свайка в непотребном виде. Но вряд ли одно только состояние его дяди вызвало такой приступ гнева у 37-летнего Аманжола Судбаева. Судя по этим кадрам, снятым камерой наблюдения, установленной на кафе Светлана, невменяемого родственника, Аманжол и его спутник сначала попытались загрузить на заднее сиденье «Лады». Но затем почему-то отказались от этой идеи. Телеграм-канал 112 высказывает предположение, что причиной тому стала пролитая дядюлей в машине бутылка пива. Читатели этого канала предполагают, что правоохранителю стало плохо и его могло стошнить в машине. После этого племянник вытащил дядюлю на асфальт и жестоко избил руками, ногами, а когда под руки попала пустая бутылка, то и ей. Второй раз загружать непутевого родственника в салон своей машины Аманжол не решился, а взяв из багажника буксировочный трос, привязал им Дмитрия за шею и волоком потащил к машине. А затем, сев за руль, и вовсе протащил привязанного человека несколько метров. Чем закончилась эта история, нам неизвестно. Видимо, племянник все же доставил зампрокурора домой к своей тете. Тот был жив, хотя и получил травмы. Известно другое. Сам Дмитрий Дедюля заявление в полицию на своего родственника подавать не стал. Кто это сделал, мы не знаем. Возможно, владельцы кафе Светлана, на крыльце которого произошел этот инцидент, и камеры которого сняли все его стадии. Номера машины родственника зампрокурора сыщики разглядели и задержали Аманжола Судбаева. 37-летний Судбаев оказался местным жителем, родом из Катайска. В селе Корюково у него имеется крестьянское фермерское хозяйство, а Аманжола занимается молочным животноводством – коровы, козы, лошади. Но хозяйство, похоже, не очень большое и не очень богатое. Следователи СКР выступили с ходатайством перед судом о помещении обвиняемого под стражу на время следствия. Но Судбаеву в суде удалось найти аргументы, позволившие ему остаться на свободе, хоть и под домашним арестом. В полиции этот инцидент не комментируют, ссылаясь на то, что преступлениями в отношении прокурора занимается СКР. В СКР от издания «Знаком» потребовали письменный запрос, на который обещали ответить в течение нескольких недель. В прокуратуре Далматовского района, где сейчас служит дедюля, ранее он также был замом прокурора, но Катайского района, журналистам заявили, что Дмитрий Владиславович находится в очередном отпуске. И никаких подробностей о том, где и как он проводит свой отдых, они не знают. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.